Созданный богом Пагрио из огня, первый орк стал самым сильным существом на земле. Боги других стихий опасались такой силы и решили его уничтожить. Они объединились и нанесли оркам удар в спину. Гномы создают новое мощнейшее оружие и броню, которым нет аналогов и снабжают им эльфов и людей. В гильдии, где юные орки только начинали свой путь, были отправлены самые прокачанные войны. У юных орков не было ни единого шанса. Гномы использовали осадное оружие и осадных големов, которые запросто разбивали оборону замка. Но несмотря на явное преимущество врага, орки не собирались сдаваться без боя и не прощали предательств. Это все, конечно, очень драматично и красиво звучит. Бедные зеленые существа, которых истребляют якобы просто из-за жестокости. Как удобно молчать о том, что сами виноваты во всех своих бедах. Неконтролируемая агрессия этого народа всегда мешала им мирно существовать в союзе с другими расами. И мы должны раз и навсегда положить этому конец. Жаль, что они понимают только силу, но если другого инструмента нет, то так и быть. Будем вышибать из них дурь, пока они не станут самыми мирными существами или пока последний из орков не окажется в холодной земле. Мы, Альянс Камаэли и Темных Эльфов, всегда чувствовали желание показать свою силу. Теперь есть удачная возможность совместить приятное с полезным, став новыми героями и защитниками континента. Необходимо остановить то насилие, что творят вокруг себя орки. И если они не смогут адаптироваться и стать частью цивилизованного мира, они из него исчезнут. Игроки, рад вам представить долгожданное событие. Мы наконец-то обозначаем старт подготовки к противостоянию блогеров на новых серверах. В описании вы сможете увидеть ролик Леки, который собирает клан орков. Я же с несколькими коллегами буду ставить на ноги расу темных эльфов и Камаэлей, чтобы оказать ему достойное сопротивление. Вар у нас будет крайне цивилизованный, пвп у нас будет полноценная и активная с живыми противниками, а не тупые сливы АФК персонажей. Один или несколько кланов под моим началом будут управляться специально подготовленными офицерами. Каждый участник сможет рассчитывать на помощь в плане буста, а самые активные будут получать дополнительные плюхи вне зависимости от уровня экипировки. То есть клан вознаградит вас за активность и даст возможность расти, если вы покажете себя максимально крутым участникам. На примере это выглядит так. У клана за день было к примеру три мероприятия. Клан арена, пвп с орками и сборная олимп, чтобы помочь мемберам-претендентам на геройство. Отметились в активности, получили отметку в таблицу, больше отметок, больше поводов отдать вам дроп, подкинуть лишний промокодик на монеты или вовсе обеспечить вкусным стартовым набором. Также всем рекрутам будет оказываться помощь в плане ответов на игровые вопросы и с выбором сильных персонажей под нужды игрока и клана. Мы призываем играть на тех профах, что нравится вам самим, но существует ограничение в плане расы. У нас только темные эльфы и камаэли, как вы понимаете. А также понятное дело, для пвп активности нам понадобятся самые подходящие профы. Поэтому в приоритете будут танки, фс и ше. Танки особенно. В расе орков 5 проф и каждый из них обладает отличными задатками для пвп. Чтобы давать отпор, мы должны пользоваться тактическими преимуществами. Наличие танков и хилов дает нам отличные шансы на победу. Мы не можем ими пренебрегать. В выборе дд опять же стоит отдавать приоритет самым перспективным. У нас есть дк, берсы, сб, которые наберут нужных усилений союзников фс. Они наиболее подходят для пвп активности. Но если у вас горит душа играть на ве там или каком-нибудь феере арбочки, то мы поможем реализовать потенциал в любом случае. Что мы делаем сейчас? Переходим в описание и находим там клановый дискорд. Вступаем и изучаем предоставленную информацию. Приоритет проф, материалы для новичков, вопросы-ответ опытных игроков, все в этом духе. В дискорде будет пополняться информация в ближайшие дни, чтобы вы были в курсе всех особенностей конкретно этого старта. Как использовать начальный донат, где самые вкусные места для прокачки и так далее. В общем, такой чисто тренировочный лагерь, где будут отличные условия для подготовки к старту и пройдя которые вы будете иметь базу нужных знаний. Также будет система достижений и предстартовое соревнование, чтобы подстегнуть скорость подготовки и мотивацию. За особые заслуги по усмотрению офицеров будут выдаваться звания, с повышением которых участник будет получать доступ к управлению кланом. Отличный вариант получить звание, участие в предстартовом соревновании, которое будет организовано 18 октября. Там мы устроим небольшую гонку, в рамках которой победитель получит 2000 рублей для комфортного старта, а второе и третье места коды на монетки. Кроме того, победитель сразу получит внутри клана звание младшего сержанта, а занявший второе место ефрейтера. Полностью регламент не буду раскрывать до начала соревнований, но победить у вас получится с большей вероятностью, если все материалы из дискорда будут изучены. Также принимаю к себе моих коллег-стримеров и в зависимости от степени заинтересованности и уровня знаний об игре, с радостью приму в офицерский состав, в котором пока что я, Ноунейм, Легион Вэй и Редплей. Ссылки на их каналы в описании. В общем, желаю нам хорошей игры и теперь стартует период подготовки. Новости и объявления будут в дискорде, группе ВК и канале Телеграма. И кстати, вот вам первый же лайфхак. Прямо сейчас делайте аккаунт по реферальной ссылке, чтобы воспользоваться им первый раз на старте серверов для получения гарантированной коробки помощи партнера. То есть такой аккаунт чисто на старт серверов, чтобы не обломаться, если коробку вдруг отменят. Спасибо за внимание, скоро увидимся в следующих роликах. Пока.